И снова всем привет-привет! Здравствуйте, друзья! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика «Во вселенной виноватых нет» от автора Сабина Тихо. Ссылка на фанфик будет в описании под видео. У нас очередная глава, глава 17. И поехали! Знакомый пес очень радуется возвращению хозяина. Мешает разуваться, суетиться, звонко лает и скребет когтями по ламинату, пока Тихен лишь вяло и невнимательно теребит ему уши, неторопливо снимая с себя верхнюю одежду. На это щенок не обижается, только легко переключает внимание, ныряя под ладони человека, опускающегося на корточке, чтобы одарить лаской, которой это животное так стремится. Прежде чем выпрямиться и избавиться от куртки самому, замечаю, что Тихен стоит на пороге гостиной и наблюдает за мной. Я хочу, но не могу прочистить вот этот взгляд. За ним слишком много конструкций и укреплений, выстроенных психотропным средством, и сейчас, прямо в реальном времени, оно вращается, цепляя верхний свет и пачкая мутными разводами сознание, в которое я так давно влюблен. Можно я первый? Он спрашивает тускло, но четко. Я выдыхаю рвано, но тихо. Какой мне дать ответ? И если, конечно, можно, то что? Мне велели предоставить это что? Но не сказали, к чему готовиться и как себя вести. Не оставили никаких конструкций, просто оборвали звонок и все. Что мне доступно все, что я могу, это вот так следовать за своим человеком по коридору, послушно плетясь разбитой тенью, пока он не тормозит возле одной конкретной двери. Пока не открывает, щелкаю переключателем, и я не торможу на пороге механизированной глыбой, до которой, наконец, доходит сразу все разом. Спальня тонет в жадном аварийном анализе, наспех проглатывая мягкие темно-серые панели на стене, кварцевые шторы и покрывала. Бессознательно цепляясь за черноту гардероба, совершенно пустой письменный стол у окна и идеально начищенный коричневый паркет. На секунду мне кажется, будто я здесь уже был. Будто видел детали и цвета, будто эту комнату кто-то умышленно скопировал с моей. Не хочешь на кровати? Тихен стоит в полоборота, смотрит через плечо, а я впиваю с него взглядом так резко, что ему не составляет труда заметить все метания, рассыпанные на моем лице. Смысл происходящего абсолютно понятен. В голове лишь один вопрос. Знал ли Чимин о сути десяти минут, когда велел мне в них не отказывать? И если знал, почему так просто решил, что я смогу их выдержать? Я хочу и готов отдать всего себя, но притвориться незнакомцам и предоставить доступ к собственному телу, пока в моем человеке желание порождает чертовы наркотики? Это же, это самоистязание для нас обоих. Это неправильно до болезненных ощущений в грудной клетке, это ненормально, это слишком. Он ведь должен был это понимать. Эй, Тихен все видит, хоть и понимает по-своему. Ему очевидно думается, что реакция принадлежит кому-то другому, парню из клуба, снаряженному маской моего лица стараниями обманчиво услужливых пилюль. Как и три с половиной года назад. Я не посягаю на твою гордость, я даже раздевать не буду, мне нужно только лицо, ложись и потерпи десять минут, суха, потом оторвешься. Он звучит так, будто говорил это множество раз. Он звучит так, что у меня скручивает внутренности. Я хочу, чтобы он пришел в себя. Хочу видеть его сознание, каким бы изнуренным оно ни было. Хочу видеть даже ту уязвимость и гадать, откуда и как она появилась. Хочу видеть его, только его, без примесей и помутнений извне. Что угодно, только не это. Почему? Черт возьми, почему я не могу вернуться назад? В 16 июня 15-го года. Отказать родителям в гребаном обеде. Оставаться с Тихеном весь вечер, всю ночь, всю жизнь. Держать его в своих руках. Огораживать барьером из собственной плоти. Быть неумолимым рядом. Быть полезным, быть не таким ограниченным. Ты обещал. Тихен напоминает с легкой мольбой в голосе. Разбивая все баригады здравомыслия, Оставляя мне только одно, безропотно покоряться. Я поддаюсь. Сбрасываю угнетающие кожи рассуждений. Соскребаю себя этот его хрупкой фразой. Пока она крошится прямо в процессе. Рассыпается осколками на пол. Режет слух. Сердце и весь этот мир, Который я все еще зачем-то живу. Пока прохожу к постели, Мне кажется, что острые крошки впиваются в ступни. Оставляя за мной кроваво-оранжевые следы на паркете. Можешь опереться спиной о стену. Могу, получается. У меня получается. Я ложусь на кровать поверх покрывал. Подтягиваюсь на локтях, садясь как велено. И все твержу себе, что выдержу, вынесу, справлюсь. Что в любой момент, если это понадобится, Могу его остановить. Сначала он просто подходит ближе. Смотрит несколько секунд. Приглядывается. Рассматривает. Застыв в одурманенной сосредоточенности. А сразу после, а потом, Медленно забирается сверху. Тшшш. Едва успевая напрячься, Инстинктивно Порываясь двинуться с места. Как мне давят ладонями на плечи И не сильно сдавливают бедрами мои. Нервный ты парень. Суха. Нервный, да. Испуганный, ограниченный, бесполезный. Хронически сбитый с толку. Так безбожно растерянный, Что все, что происходит дальше, Кажется почти иллюзорным, Призрачным, Несоответствующим действительности. Застрявшим где-то на стыке Очередного заезженного сна. Так он подносит руки к моему лицу, Замирает на миг, А после прикасается. Неожиданно теплыми пальцами, Мягкими пальцами, Длинными пальцами, Всеми сразу. Скользит ими по щеке, Очерчивает подбородок, Скулы. Убийственно, Медленно проходит по бровям И задевает ресницы. Безбожно растерянный, Я забываю вдыхать, Забываю дышать, Забываю, что должен. Указательный палец его правой руки Разгляшивает морщины меж бровей, Спускается вниз кончику носа, Мне щекотно, мне горячо, Мне хорошо и больно. Пряди падают на лоб, Теплая ладонь невесомо смахивает, Задерживается на миг жестом, Измеряемым температуру, А после все пальцы обеих Бережно ползут в мои спутанные волосы, Разглаживает, Долго массирует, Чтобы после вдруг плавно Встечь к ушам, Прочертить в деталях изгибы И медленно спуститься к шее. Он держит ее в ладонях, Ласкает, слегка шелестя пальцами, И очень долго сопит, Прежде чем поднять взгляд выше. Вслед за ним Два больших пальца Касаются мягкими подушечками Моих пересохших губ, Мажут солнечным кругом, Заторможены дугой, Неидеальным овалом, Мажут, царапаясь Слегка отросшими ногтями, И давят на нижнюю, Едва заметно оттягивая. Техену следует Свои же прикосновения, Не отрывая взгляда От участков, Которые покрывают пальцами. Он так увлечен, Так внимателен, Несосредоточен, Что не замечает, Как подается вперед И почти не оставляет Сантиметров между нашими лицами. Не замечает, Что я под ним Будто умираю И рождаюсь снова. Меня накрывает Очень странное чувство. Я не могу объяснить, Просто ощущаю Опять и опять, Как тело теряет Тактильные ощущения, А через секунду Снова приобретает. Контраст чередуется, Словно обороты двигателя При частых торможениях И разгоне. А еще страшно Полыхает в груди. Наверное, я в который раз Поджигаю себя изнутри. И похоже, Этот гребаный, Неугомонный волчок Продолжает упрямо Дрейфовать по кровяным рекам, Сбивая дыхание, Ускоряя пульс И сводя с остатков И без того давно Расшатанного ума. Я отзываюсь на все. Чувствую, Как размеренно Тихен дышит. Ловлю каждый вдох И выдох, Наполненный сладким Оттенком цитрусовой газировки, Подавляющий алкоголь. Тихен не прижимается, Но я все равно Полностью ощущаю Все его тело. Горю не только грудью, Но и бедрами, коленями, Накаляюсь кожей, Лица и шеи. А потом, Когда высокие температуры Начинают прокалывать Иглами пальцы рук, Наконец замечаю, Что продолжаю цепляться За его талию, Схватив по инерции В самом начале, Вознамерившись подняться. Осознание совсем чуть-чуть, Постепенное, А потом слишком резкое. Кожа через тонкую ткань Белой рубашки Еще горячее моей. От этого неумолимо, Неудержимо Ведет электрическими Разрядами по всему телу. Мозг активирует воспоминания, Застилает ими все сознание, Пуская по венам, По кровяным рекам, По нейронным связям. И все, во что мне есть Для него и к нему, Все, что он же Когда-то взрастил Внутри меня, Это же пытается вылезти, Вскарабкаться, Втеснуться в ядра Атомных станций, Из которых я сделан, И затопить с головой подсказками. Что делать дальше? Как реагировать? Где целовать? Как именно ублажать? Медвежья услуга, Твердолобовое сознание Пульсирует в пальцах, Приказывает подняться выше Или спуститься ниже. Приказывает притянуть к себе, Сгрести в охапку, Сжать, Уложить на спину И прикасаться. Касаться, Касаться, Любить, До мычания Избитого дыхания, До оставшихся в прошлом Чунгук на выдохе И, пожалуйста, Еще на вдохе. До сбившихся простыней И соскальчивающих с бедер Влажных от пота пальцев. До взрывных реакций Расплавленной земной коры Молекул, атомов, квантов. До самого центра Вселенной, Где вся моя жизнь. Один календарный день, Который я провожу с ним. Подсказки горластые, Шумные и беспринципные. Они думают, что помогают, Что знают лучше И понимают глубже. Но мне удается их заглушить. Я знаю, что я должен, А что не должен. Не знаю только, Как не потеряться Во внутренних лабиринтах, Когда осознает Тихен, Прикрывает глаза И утыкается носом мне в щеку. Рванов, вдохнув, Я забываю выдохнуть. Он ведет им по коже, Самый мягкий, Из кисточек, Медленной щекоткой За шиворот, Ласковым дождем К затылку, Контрастировать С вулканическими потоками Его дыхание На моей, И без того, Полыхающей коже. Органы внутри Сжимаются, Волчок сбивает С трассы, Летит слишком стремительно Куда-то вниз, Даря ощущение Внутреннего Роуп-джампинга. И где-то здесь Я наконец понимаю, Что больше не могу. Все, Хватаю за плечи, Отстраняю, Дышу. Он дышит тоже. Звучно выдыхает, Опуская плечи. И несколько тягучих секунд Смотрит пристально, Скача влажными глазами Между моими. Словно ищет что-то, И время уходит, Утекает обратным отчетом Механического диктора, И он на последней Беззвучной единице Вдруг меняется Весь разом. Выпрямляется, Отворачиваясь к окну, Слезая с меня, Оставляя неудачно Застывшие просьбы Наблюдать, Как скульптор Занавешивает шторы И забирается обратно На кровать уже Совсем другим человеком. Никакой трогательности Живой В чертах и движениях. Взгляд лишился Ласки и нежности, Робости и смелости. Всего пару секунд назад Сочетаемых в нем Так необъяснимо. На меня смотрят Отстраненно, Невозмутимо И почти безучастно. Рядом со мной Садятся на колени И тянутся Пальцами к своей рубашке. Глядят мне в глаза, Растегивая пуговицы Белой ткани, Открывают персиковую грудь И почти обнажают Мягкий живот. Хочешь сам? Когда я хватаю За запястье И останавливаю. Вопрос звучит До боли сухо, Беспристрастно, Как реплика Уже изжеванного сценария. Суха. Произносит Не мое имя. Скажи мне, Чего ты хочешь? Я не говорю. Я вскакиваю, Как ошпаренный, Подлетаю к шторам И лихорадочно Одергиваю, Возвращая на законные места По углам. Словно это может Мне чем-то помочь. Наверное, Пульс бешеный. Приходится остановиться, Опереться руками А подоконник И постараться Отдышаться. За окном Черно-белый город Смотрит нелепо И кажется мне Сожженным. Возможно, Он сгорел, Когда Тихен Уткнулся носом Мне в щеку. Или сгорел, А я и теперь Всего-навсего Вижу в стекле Своё отражение. Труп спаленного дракона, Черный скелет С обугленными костями, Неестественно торчащими В разные стороны. Скажи мне, Чего ты хочешь? Я хочу вернуть Время вспять. Хочу, Чтобы ты любил Меня, Как раньше. И чтобы я Этого заслуживал. Хочу, Чтобы ты перестал Страдать. Хочу стереть Все эти годы И заменить их На новые. Хочу другую версию. Ту, Где отпускаю тебя В Нью-Йорк На два года. Потому что Это полезная Языковая практика. Где говорю с тобой По скайпу, Слушая, Как ты скучаешь И любишь меня. Где возбуждаюсь И довожу Себя до скорой Разрядки, Глядя, Как ты делаешь То же самое По ту сторону Экрана. Где покупаю Билет до штатов, Ничего тебе не сказав И делаю сюрприз, Встретив после занятий. Где беру тебя Прямо в комнате Общежития Или в небольшой Квартирке, Которую ты там Снимаешь. А ты шепчешь, Что скучал До упрямого желания Бросить все И вернуться. Где я не понимаю Ничего из того, Что говорят люди, А ты смеешься Над выражением Моего лица. И там, В той версии, Я не сделал Ничего плохого. Не подвел тебя, Не бросил одного, Не отдал В сотни чужих рук И успел поймать, Пока ты прыгал Над чертовой пропастью Воржи. Но реальность Есть реальность. Да, Любовь моя, В ней ты спрыгнул, А я, Дичалый, Спаленный дракон, Которого не стало рядом, Чтобы поймать Своего человека. И пусть мне До жжения В желудке Снова и снова Хочется все исправить, Но даже сейчас Руки проходят Сквозь тебя. И одними глазами Ты говоришь, Что я уже Ничего не могу С этим сделать. Ты не был Раньше с парнями? Я оборачиваюсь, Смотря поверх Заостренного плеча. Тихин сидит На своем, На моем месте, Прижавшись спиной К мягкой стене. Его ноги согнуты В коленях, А рубашка так и осталась Наполовину расстегнута. Мне видно, Как вздымается И опускается его грудь. Смотреть на него Сложно, Поэтому я Отворачиваюсь. Был. Значит, Любишь кого-то. На его попытку Разобраться в моем Поведении Только согласно Киваю. Зачем тогда Согласился Пойти со мной? Мои бедные Пальцы Сжимают подоконник, А в голове Подходящий ответ Никак не соберет Себя Из разбредающихся Слов. Безответная любовь. Одурманенная голова Упрямо остается Верна натуре. На так свойственную Его уму догадлибость Остается лишь Еще раз кивнуть. Такая преданность Впечатляет. За это Можешь переночевать. На это Я снова Оборачиваюсь. Смотрю, Как он опускается Телом пониже. Укладываясь Головой на подушку. И чтобы Избавиться От картинок Того, Что обычно Случается Здесь После С теми, Кто раньше Бывал на моем месте, Решаю Задать вопрос. Почему Ты трогал Мое лицо? Я Трогал Не твое лицо. Тихен устремляет Взгляд в потолок. Я Даже Не знаю, Как ты Выглядишь Суха. Суха. Не Чунгук. Не виноватый Во всем Чон Чунгук. Сейчас Можно Побыть Безгрешным Парнем Из клуба, Который Пытается Разобраться В незнакомце, Заметившим Его с балкона. У Тебя Какого Цвета Волосы? Вопрос Звучит Неожиданно. Черные. В ответ Он Мычит, Держит Паузу И только После Задает Следую. Ты Нравишься Самому Себе? Этот Вопрос Не Неожиданный. Этот Вопрос Простой. Нет. Выкрашенный Врусый Цвет Врусый Цвет Ей Рошится На Подушке, Спадая На Лоб. Тихен Поворачивает Голову В сторону И ловит Мой Взгляд. Внешне Или Внутренне? А Есть Разница? Вот Я Симпатичный? Ты Самая Прекрасная Что Есть Во Вселенной. Да. Внешне Я Тоже Себе Нравлюсь. А Вот Внутри Гнилое Сердце И Разрушающий Ему Семозг, Которые Мне Противны. Я Мотаю Головой На Рефлексах Тотального Несогласия. Ты Лучше Чем Думаешь. А Откуда Тебе Знать? Готовлюсь Ответить, Но Под Его Нечитаемым Взглядом Все Снова Сыпется Мимо. Нежелание Склеиваться В Слова. Зря Ты Себе Не Нравишься Суха. Ты Хороший Парень. Откуда Тебе Знать? В Отличии От Тебя У Меня Есть Ответ. Он Неторопливо Отворачивается. Хороших Людей Я Чувствую. Они Все Пахнут Одинаково. И Чем же Они Пахнут? Вселенной. Откуда Ты Знаешь Как Пахнет Вселенная? Я Бываю Там Каждый День. Потому Что Он Отвечает И Как При Этом Выглядит Можно Решить Что У Него Есть Ответы На Все Вопросы Которые Я Могу Задать. На Все Вопросы Которые Способны Задать Остальные. И Как Там? Чертовски Мирно. И Все Счетчики На Что Это Значит? Нет Чувств Эмоций Боли Виноватых Нет Ничего Такого Чистый Лист В мире Нашлось Бы Полно Желающих Но Сейчас Пока Шанс Наслаждаться Его Голосом Есть Только У Меня А Я Достаточно Дурной И Тоскующий Чтобы Им Не Воспользоваться А Любовь Что Любовь Ее Там Тоже Нет Он Не Оборачивается Только Слегка Качается Тон С Чего Ты Взял Ты Сказал Во Вселенной Нет Чувств Любовь Не чувство Суха Это Частица Он Он Поднимает Руку Зависает Ею В Воздухе Рассматривая На фоне Настенных Ламп Слишком Маленькая Чтобы Ты Ее Заметил Шевелит Пальцами Переворачивает Ладонь И Изучает Словно Она Это Нечто Очень Занятное Увиденное Им Впервые Или Очень Большая Для того Чтобы Понять Где Она Кончается Я Вдумываюсь В Определение Наконец Разворачиваясь И Касаясь Спиной Окна Оно Холодное А тело Еще Горячее Остывающее Бесполезное Слова Крутятся В голове Примеряясь К действительности И Нападают Очень Простым Личным Выводом Если Она Вообще Кончается Выходит Позорно Рвано И Негромко Собственный Опыт Выдыхается Коротким Предложением Начавшись С моего Буквенного Двойника Шаткого Нерешительного Заложника Условий Обстоятельств Со Слово Если Ты Смотришь На Меня Точно А Сколько Это Уже Длится Общее Молчание Много Ли Прошло Времени Как Долго Я Наблюдал За Ним Подсчитывая Сколько Раз Он Моргает И Перебирает Пальцами Сбитая Под Ладонями Покрывала Смотрю И Не Могу Иначе Не Умею Тот Человек В Которого Ты Влюблен Это Парень Да Я Похож На Него Да На Это Он Вдруг Гулка Мычит Тогда У нас С тобой Много Общего Почему Я Очень Хочу Знать Но Вопрос Легко Игнорируют Прикрывая Перекрывая Чем Твой Парень Занимается Ответ Приходит Из тех Жи Ресурсов Что И Псевдо Имя Заимствую Профессию Главной Героини Дорамы Он Адвокат В детстве Я тоже Мечтал Стать Адвокатом Как Мой Отец Тихен Сжимает Разжимает Покрывало А я Уже Знаю Что Последует Дальше А потом Мужчина Которого Папа Защитил В суде Через Неделю Изнасиловал И убил Четырех Женщин Так что Я Передумал Как Впрочем И отец Он После этого Ушел С работы И спился А я Знаю Знаю Что Ты Не винишь Его За это Что Он Потерял Себя Разучился Любить Жизнь И свою Семью Разучился Любить Тебя Ты Ему Все Простил Хоть И не Сразу А чем Занимаешься Ты Он Интересуется Не держа Пауз Лишая Возможности Отреагировать На Следующие Слова Провизор Здесь Тихен Сразу Впивается В меня Глазами И смотрит Долго Пристально Пытливо Как будто Есть Вероятность Что Под шапкой Волос Я Прячу Наперсток Почему Что Почему Мне Известно О чем Он Спрашивает Но Я Боюсь Себя Выдать Мне Интересно Почему Люди Хотят Продавать Или Создавать Таблетки А Не Выписывать Их Есть Конкретный Ответ Он Четко Сформулирован И Давно Отлажен Потому Что Несколько Лет Назад Тихен Уже Спрашивал Меня Об Этому Несмотря На То Как Сильно Мне Хочется Повторить Его Сейчас Из Нежелания Рисковать Решаю Озвучить Мнение Попримитивнее Меньше Ответственности Я Знаю Человека Который Так Не Считает А Как Он Считает Должно Быть Я Конченный Эгоист Как Еще Назвать Лишь Бо Тот Другой Свой Говорил Изучал И ощущался Вибрациями Вниз От Макушки До Пальцев Ног Имитируя Мой Скелет И заменяя Электронные Оболочки Составляющих Меня Атомов Один Рожден Видеть Болезнь Другой Создавать То Что Ее Вылечит Третий Разбираться В Созданном Наизусть Он Помнит Мой Ответ Слово В Слово Как Он Говорил Что Все Зависит От Плановой В Задумке Сформированной Тобой До Рождения Или Сразу После Него Нервный Ком Стягивает Острым Спазмом Где-то В Районе Желудка Или Горла Я Не Понимаю Где Точно Я Только И могу Что Следить За Тем Как Он Вздыхает И Снова Возвращает Взгляд К Потолку Тебе Нравится Твоя Работа Скорее Да А Вот Ему Похожей Нет Техен Складывает Руки На Животе Замирает И После Долго Молчит Я Стараюсь Дышать Я Глотаю Слину Раз Заразом Не В Состоянии Избавиться От Чувства Чего-то Инородного Где-то Под Над Ерьемной Впадиной По Крайней Мере Так Мне Кажется Ничего Не Выходит Попытки Проваливаются Пальцами Сводят Наконец Выпускаю Из Захвата Подоконник Тру Ладони О Брюки И Слишком Резко Поднимаю Взгляд Когда Со Мной Снова Разговаривают По Моему Он Не Рожден Работать В Аптеке Знаешь Он Не Знаю Скажи Пожалуйста Только Не Молчи Только Не Замолкай Слишком Созидательный Самовыражался Мечтал Терял Чувство Времени И Терпеть Не Мог Однообразие Мог Не Спать Ночами Обрабатывая Фотографии И Осваивал Музыкальные Инструменты За Считанные Дни Вместе С Движениями Его Ресниц И Пальцев Наверное Впору Считать И Спазмы У Меня Внутри В Нем Больше От Музыканта Или Фотографа Или Даже Писателя Он Хорошо Владеет Словом Короче Говоря Он Не Аптекарь Это Очевидно Натура У него Творческая Хоть Он Иногда Никогда Не Признавал Этот Статус Казался Этому Дураку Слишком Слащавым Конченый Эгоист Теперь Еще Конченый Дурак Которому Приятно Да Щекочущего Чувства В животе Приятно И вместе С тем Одновременно И нестерпимо Тошно Потому Что Всего Этого Катастрофически Мало Потому Что Я Не Хочу Покидать Его Губ Его Сознание Его Истории Потому Что Три С Половиной Года Я Запрещал Себе Признаваться В том Что По Прежнему Хочу Быть Частью Его Жизни И Сейчас Готов Кричать Об Об Обратном Подтверждая Всю Свою Прошлую Глупость Недальновидность Импульсивность И дурость Три С Половиной Года Подряд Каждый День Я Отвлекался И ждал Когда Любовь К Техену Испарится Утопится Или Задушится И Каждую Ночь Стоило Закрыть Глаза Все Равно Видел Его Было Очевидно Что Обида Сожрала Внутри Почти Все Глодала Кости Плевала Желчью Пачкала Любое Слово Или Действие Носилась Изводя И Выворачивая Наизнанку Все Эмоции И чувства Отражалась В поступках И решениях Которые Я Принимал Отбивалась Повсюду Оставляла Жирные Безобразные Отпечатки На Каждой Мелочи Внутри И Снаружи Но Всегда Какой Бы Не Выдал Сиденье Час В каком Бы Настроении И Состояние Я Ни Был Что Бы Со Мной Не Происходило Она Продолжала Обходить Стороной Одно Конкретное Чувство Так За Все Эти Месяцы И Годы Ни разу Не Обойдя Не Подойдя К нему И на Метр Все Время В стороне Все Время На Расстоянии Меня Это Сводило С Ума Угнетало И Злило Изменил Мне Может Быть На Следующее Утро Или Через Месяц Возможно Год Должен Был Вытошнить Любовь Сразу Ж Как Подумал Что Он Лжец И Притворщик Как Задался Вопросом А были Ли Другие Кроме Того Другого Которым Оказался Гребаный Озабоченный Ублюдок Должен Был Должен Был Тогда Казалось Что Да Сейчас Понимаю Что Нет Сейчас Понимаю Что Это Изначально Было Невозможно Чувствовали Частицы Или Какое Другое Явление Одно Я Понял Точно Во Вселенной Едва Ли Найдется Что То Хоть Отчасти Настолько Же Упрямое Все Заучили Что Слово Надежда Умирает Последней Но Не Каждый Осведомлен Что Среди Невечных Всегда Есть Один Бессмертный Кто Кому Суждено Остаться Даже Если Впереди Лишь Долгий Процесс Захоронения Надежды И того Что Погибло Еще Раньше Если Все Что Ей Уготовано Это Возможность Бродить По Кладбищам Читать На Гроби И Избавляться От Церняков Она Все Равно Решает Остаться Она Бессовестно Упертая Бессмертно Закостенелая И Ежели Мой Человек Прав А Для Меня Он Прав По Умолчанию И Любовь Это Все Же Частица Совсем Не Сложно Догадаться Отчего Она Такая Неукротимая Слишком Маленькая Или Очень Большая Нейронными Корнями Уходит Физику Высоких Энергий А Потому Наверное Ни Один Сплав Эмоций Мотивов И Поступков Над Ней Невластен Звучит Красиво Я Знаю И Скорее Всего Это Чистая Правда Только Она Живет Где-то Там В Открытых Пространствах Уравновешенной Мудрости Где Многое Звучит Высокопарно Здесь Падать С Этих Вершин Мучительно Больно Потому Что Я По Прежнему В Человеческом Теле И По Законам Этой Планеты Эмоции Мотивы И Поступки Вступают В силу С Момента Совершения И Действуют Оказывая Влияние Почти Пожизненно Она Оборвется Умрет И Будет Похоронена На том же Кладбище Где Моя Любовь Предусмотрительно Уже Выкапывает Очередную Яму Почему Ты Говоришь О нем В прошедшем Времени Этот Вопрос Ничто Иное Как Результат Избытка Терзающих Мыслей И Попытка Скрыть Желание Упасть Рядом С Тихеном На колени И Вымаливать Прощение За все Мои Ужасные Ошибки Потому Что Он Был Таким Раньше Прошло Много Времени Я Не Знаю Какой Он Сейчас Говорят Что Люди Не Меняются Знаю Но Это Самая Большая Глупость Которую Я Когда Либо Слышал Мне Понятно Что Он Имеет Ввиду Самого Себя Но В шкуре Незнакомого Парня Из Высказаться И Выдать Себя С Потрохами Я Могу Тихен Находит Мой Взгляд Не Стой Там Ложись Со Мною И Расскажи Что Нибудь Наверное Мне Следует Отказаться Наверное Когда Конченный Эгоист Ограничен Словак Стоит Ожидать Что Он Не Упустит Возможность Побыть Беспардонным В действиях Глупо Ведь Врать Будто Я Не Хочу Лежать Рядом Будто Меня Не Тянет К Тихен Всеми Атомами Раз Завернутыми В еще Не Остывшие Прикосновения Его же Пальцев Глупо Притворяться И Удерживать Себя Прищепкой У Ледяного Окна Когда Он Смотрит Вот Так Когда Подпускает Когда Есть Прямая Вероятность Что Это Последний Раз Когда Мне Предоставлен Подобный Шанс Все Очень Просто Я Покоряюсь Поддаюсь Примагничиваюсь Укладываюсь Спиной Рядом И Тоже Поднимаю Глаза К потолку Заочно Казавшимся Обыденным И Заурядным Как Еще Пустая Картинная Рама Которую Каждый Заполняет Личными Образами И Это Поучительный Урок Предубеждению И Невнимательности Еще Одна Демонстрация Моей Ограниченности Этот Потолок Специфичен Он Сер Но Усыпан Вкраплениями Мелких Лампочек Разбросанных Фигурой Полумесяца С острым Краем Сначала Параллельно Изголовью Кровати Необыденно Незаурядно И Так Похоже На него Слышно Как Техен Оборачивается Я Повторяю Следом Мой Человек Молчит В ответ Молчу И я Он Опять Разглядывает Мое Лицо И Мне Конечно Не стыдно Во всем Его копировать Но Потом Становится Тяжело Мучительно Сложно Выносить Ласковый Взгляд Мерцающий Глаз Заполненных Неестественно Широкими Орбитами Вкупе С этой Настойчивой Откровенной Тишиной Ты Ты Под Чем Когда Ты Меня Нашел Я Уже Отходил Он Отвечает В Обход И Даже Не Отрывается От Разглядывания Странно Что Я Все Еще Тебя Не Вижу А Кого Ты Видишь На Это Долго Не Следует Никакой Реакции Техен Лишь Отворачивает Голову В Другую Сторону Полностью Лишая Возможности Изучать Лицо И Мне Остается Лишь Долго Долго Смотреть На Злохмаченные Пряди Разбросанные Пушистой Шапкой Не В силах Вовремя Остановить Поток Очередных Воспоминаний В них Когда-то Давно На Глазах У Всех Мне Позволялось Незаметно Склоняться Над Ним В Университетской Столовой И Резко Зарывшись Лицом В волосах Издавать Глупые Хрюкающие Звуки Чтобы После Также До Безобразия Шумно И Карикатурно Спуститься Чавкающим Ртом К Чекам Носу И Наконец Поймать Улыбающиеся Губы Звучным Чмоком После Которого Чимин Всегда Норовил Изобразить Преступ Тошноты Спасибо Что Это Ты Суха Сначала У меня Слишком Больно Сжимается Сердце И Только После Я Замечаю Часто Вдымающуюся Грудь И Сокращающиеся Мышцы Наполовину Обнаженного Живота Если Бы На твоем Месте Сейчас Был Кто-то Другой Я Б Опять Сорвался Я Б Техен Возвращает Голову Прямо Но Закрывает Лицо Рукой Пряча Глаза В Изгибе Локтя Я Ведь Не Должен Был Начинать Это Снова Но Я Не Виноват Не Виноват Что Такой Слабый Характерная Дрожь Его Голоси Разбредается По всему Телу Чередой Мерзких Длинных Игл Сковывая Все Движения Просто Со мной Кое-что Случилось И Я Не Знаю Может Это Совсем Не Страшно Для Других Другим Не Пришло Бы Правильно Но Я Все Равно Ни В чем Не Виноват Запомни Это Ладно Когда Потом Будешь Меня Вспоминать Не Вспоминай Как Обдолбанного Парня Который Хотел Потрахаться Потому Что Я Не Такой Суха Я Был Лучше И Я Был Он Пытается Вздохнуть А Я Пытаюсь Выдохнуть Что-то Вокруг Сгущается Пред Дверием Как На Электролизованный Предмет Окруженный Невидимым Но Осязаемым Полем А Потом У меня Разрывается Что-то Внутри Тихон Удушливо Всхлипывает И Разливается Настоящим Бурными Рыданиями Выпуская Наружу Все Что По-видимому Спрятал За Периодическим Молчанием Он Говорит Я Так Хочу Распасться И уйти Побыстрее Отсюда Хрипит Но Не Могу Потому Что Слабый Потому Что Боли Представляешь Если Бы Можно Было Умереть Безболезненно Я Б Слова Тонут В Осклипах И Рваных Вдохах Теряются В судорогах Широких Плеч И Глохнут В моих Ушах За Конвульсивными Толчками Всполохнувшегося Пульса Меня Трясет Вместе С ним Я Чувствую Как Увлажняются Глаза Вижу Как Он Сжимает Пальцы В волосах Яростно Думается Нет Именно Вспоминается Что Я Живу Из-за Него В Буквальном Смысле Ввязался Во все Эти Земные Декады Только Потому Что Ему Сюда Захотелось 27 Лет Назад Где-то Там Он Подумал Что Хочет Попробовать Быть Человеком Иметь Какое-то Тело И Получать Ссадины И Ощущать Вкус Пищи Обязательно Чая Много Всего Чувствовать И С Трудом С Этим Справляться И Потому Я Родился С Ним На С Вместе Хотя Может У Меня И Не Было Особого Стремления Ощущать Вкус Пищи Иметь Какое-то Тело Просто Пошел За Ним Сюда В Конкретную Точку Вселенной Где Вся Эта Земная Дребедень Уничтожила Все Его Любопытство И Жизнелюбие Показала Как Могущественно В своей Среде Расспособны Разбить Нас Двоих Растащив На расстояние Людских Ошибок И Иллюзий До такой Степени Что Смотря Мне В глаза Он Не Сможет Меня Узнать В Точности Как Сегодня Потом Я Почему-то Думаю О Родителях О Том Как Часто Они Продолжают Спрашивать Что С Их Сыном Не Так И Как Простым Оказывается Все Это Время Был Единственный Честный Ответ Вопрос Лишь В том Поймут Ли Они Если Скажу Что Тот Мальчик Который Был В университете Это Мой Мальчик В масштабах Вселенной Мой Мальчик Среди Всех Душ Заполонивших Бескрайнее Космическое Пространство После Большого Взрыва Мальчик По Просьбе Которого Я Рожден В принципе И Которого Лишился Который Больше Не Хочет Быть Человеком И Говорит О Смерти Пока Мое Тело Содрогается Заранее Причувствую Что Для Меня Это Тоже Летально Наверное Они Не Поймут Но По Крайней Мере Впервые Отвечая На Этот Вопрос Я Буду По Настоящему Честен И Главное Самим Собой Ведь Такая Истина Ни Черта Ни Романтична И Открывшаяся Как Зашифрованный Файл От Мучительных Кодов Слов И Она Правда Прямо Сейчас Что-то Делает Со Мной Разливаясь Внутри Совокупностью Неконтролируемой Силы Удваивая Скорость Потоков Становясь Больше Меня В Размерах И Разрастая До Величины Магнитных Полей Где-то На Задворках Сознания Еще Помню Что Ни Чунгуку Ни Незнакомцу Из клуба Нельзя Позволять Себе Подобное Но Меня Тянет Уже Безотлагательно Уже Бессовестно Уже Немыслимо Я Делаю То Что Лучше Всего Умею Покоряюсь Сдаюсь Притягиваюсь Пододвигаюсь К Тихену Безбожно Близко Разворачиваю К себе И сжимаю В объятиях Слишком Быстро И резко Чтобы Он сумел Сориентироваться От Неожиданности Он содрогается Пытается Выбраться Но За неимением Физических сил По итогу Просто Замирает Оставаясь Скованным И напряженным Не Подпускает Полностью Всхлипывает И сопит Устанавливая Границы Я Накрываю Ладонью Светлые Густые Волосы Проникая Пальцами И массирую Как Когда-то Давно Стоило Ему Попросить Помочь Ему Заснуть Сначала Техен Тихо Плачет Но Потом Все-таки Утыкается Носом Мне В грудь И Совсем Скоро Становится Почти Аномально Тихо Будто Ночь В этом Городе Официально Наступает Только В момент Когда Мой Человек Засыпает А он Засыпает Почти Сразу С тела Сходит Напряженность И Любимое Существо В моих Руках Опадает Полностью Капитулировавшим Аккуратно Подстроившись Телом Под него Окунаю Лицо В пушистые Волосы Касаюсь Губами Макушки И Застываю С закрытыми Глазами Пытаюсь Запомнить Этот миг Даже Монотонным Скрипом Минутной Стрелки В настенных Часах Я Держу Его Слишком Крепко Кажется Так Сильно Будто Посредством Тактильного Контакта Способен Отдать Всю Энергию И Стать Запасным Резервом С гарантированной Возможностью Применения В любых Аварийных Ситуациях Так Свойственных Этой Планете Смогло Бы Это Окупить Хоть На йоту Тот Факт Что Я Являюсь Никчемным Партнером Оставившим Пару Под обдолбанным Насильником В узкой Комнате Общежития И Посчитавшим Своего Человека Общим Должно Быть Вряд ли Должно Быть Я Не горжусь Не гожусь Даже На роль Прохудевшегося Резерва И с этим Можно было бы Смириться Если б Знать Наверняка Что Техен Прекратил Себя Грызть И навсегда Уяснил Что нисколько Не виноват В том Что с ним Случилось Очевидно Единственный На ком Лежит Вина За все Произошедшее Это я Бесполезный Дракон Желающий Искупить Исправить Исцелить Забрать всю Боль И высосать Мысли о смерти Выжженная Ящерка Придавленная Необъятными Массами Сожалений У которой В рукаве Только слезы Теряющиеся В русых лесах Немеющие От сильного Напряжения Руки Которые Не опустятся Да Смешная Щепотка Времени Ограниченной Неизбежной Разлукой До нее То есть До утра Даже Можно попробовать Заснуть И со стороны Пусть и ненадолго Будет обманчиво Казаться Будто два Мальчика Когда-то составлявшие Одно целое По-прежнему Намертво Склеены И все еще Принадлежат Друг другу Вот такая Глава Получилась Ребята Как же Сложно Переживать Эмоции Да Прочувствовать Их Вы опять Будете Мне писать Что это Тяжело Я согласна С вами Это тяжело Но Знаете Что самое Главное Что эти Эмоции Помогают Нам Ощутить Себя Живыми Что мы Живые Люди Способные На эти Эмоции Способны Чувствовать И Супереживать Героям Это тоже Хорошо Такие Эмоции Тоже Нужны Чтобы Немножко Раскачивать Нашу С вами Душу И Как всегда Продолжение следует С вами Была Маруся До новых Встреч И Пока Пока Субтитры Субтитры